Приветствую вас на канале блог инженера Павлова. Недавно ко мне пришла посылка из Китая. Посылка вот с этим дымоловителем. Много лет я паял без дымоловителя, но сейчас я стал больше придавать значение своей безопасности и своему здоровью. Не знаю почему, но дым при пающих работах всегда поступает в лицо, что конечно не совсем полезно для здоровья. Чтобы этого не было, я решил приобрести дымоловитель. Вообще дымоловитель иногда называют дымопоглотителем. Я большой разницы здесь конечно не вижу, но все-таки данное устройство я буду называть дымоловителем. Дымоловитель был упакован в такую коробку и обернут вот таким количеством воздушно-пупырчатой пленки. Посылка шла в течение чуть больше месяца и дошла без повреждений. В комплект поставки дымоловителя входит 10 воздушных фильтров, причем один фильтр уже установлен в дымоловитель, переходник для подключения отводящей трубы, а также переходник с вилки дымоловителя на евро-розетку. Конструкция дымоловителя стандартна для данного типа устройств. На корпусе дымоловителя имеется клавиша включения-выключения, угол наклона дымоловителя фиксируется вот этими барашками. Замена воздушного фильтра дымоловителя также не вызывает никаких затруднений. Размер воздушного фильтра составляет 130 на 130 миллиметров, а толщина 10 миллиметров. Мощность дымоловителя по заявлению продавца составляет 30 ватт. Провод дымоловителя достаточно мягкий на ощупь. Сейчас я покажу работу дымоловителя. Сейчас дымоловитель выключен, дым как видно поднимается вверх. Включаю дымоловитель. Дым полностью удаляется из зоны паечных работ. Соблюдайте технику безопасности и охрану труда. Следите за своим здоровьем. При паечных работах используйте дымоловитель. Всех благодарю за внимание. Желаю вам успехов. До новых встреч друзья. Пока.